В последнее время появилось много информации о льготах, предоставляемых на территории Московской области различным категориям граждан. О том, какие это льготы и кто из жителей Подмосковья сможет ими воспользоваться, нам рассказала заведующая отделом управления социальной защиты населения городского округа Зарайск Ирина Харитонова. Разговор получился весьма обстоятельным и касался он не только проезда на транспорте, о котором сегодня больше всего говорят, но и целого перечня льгот, о котором нашим зрителям также необходимо знать. С 1 августа 2018 года вводится бесплатный проезд на железнодорожном транспорте еще для дополнительных категорий людей. Какие-то категории, давайте я подробно на этом остановлюсь. Итак, это все пенсионеры, в том числе пенсионеры силовых ведомств. Далее, это лица, награжденные знаком почетного дона СССР и почетного дона России. Далее, это дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет. И даже дети из этих же семей, которые уже совершеннолетние, но обучаются по очной программе до 23 лет. Обучение у них идет, и они тоже могут воспользоваться правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте. Дополнительно льготы вводятся одному из родителей многодетных семей. Дополнительно вводятся одному из опекунов, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему, ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей. Дополнительно вводятся родителям или иным законным представителям ребенка-инвалида, железнодорожный транспорт. И последняя категория – одному из родителей инвалидов с детства, который также обучается по очной форме обучения до 23 лет. Как, что нужно делать? Вот есть такие социальные карты у каждого. Вот эту социальную карту надо перекодировать. Перекодировка идет через железнодорожные вокзалы города Москвы и железнодорожные вокзалы Подмосковья. И самое главное, что такие вот железнодорожные вокзалы Подмосковья к нам расположены очень близко. Это Луховицы, Озеры и Кашира. Это с 1 августа. То есть можно перекодировать социальную карту на железнодорожных вокзалах Москвы и на тех станциях железнодорожных, которых я сказала – Луховицы, Озеры и Кашира. А вот с 15 августа перекодировать социальную карту можно уже будет на всех железнодорожных вокзалах города Москвы и Московской области. Перекодировку могут осуществить сами, пользующиеся этой картой? Да. Или это все-таки некое участие специалистов? Да. Это лица, которые вот сейчас мы с вами проговорили в начале этого интервью. То есть это достаточно простой алгоритм перекодировки? Да. Достаточно простой. Там будут стоять автоматы для перекодировки этих социальных карт. А существуют какие-то сроки, которые вы сказали с 15-го числа и далее? Сроки какие-то ограничивающиеся? Нет. Никаких ограничений здесь нет. То есть с 1 августа у нас идет перекодировка в Москве и некоторых вокзалах Подмосковья, а с 15 августа уже идет перекодировка этих социальных карт по Москве и по всей Московской области на всех железнодорожных вокзалах. То есть чем быстрее люди осуществят эту перекодировку с 1-го и с 15-го числа, тем быстрее они смогут воспользоваться этим правом? Но это те, которые имеют социальную карту. А теперь давайте поговорим, кто не имеет социальную карту, как же им быть? Они могут обратиться в МФЦ, где будет им дана справка установленного образца, которую они предъявляют на железнодорожном вокзале, на какой-то станции и получают разовый безденежный билет. И могут пользоваться правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте. То есть каждый раз, когда они куда-то едут, они предоставляют эту справку и получают бесплатный проезд? Да. Это вот по железнодорожному транспорту. Это дополнительная льгота, которая введена губернатором Московской области. Но, оказывается, есть еще одна льгота, очень хорошая, и она касается городского транспорта города Москвы. Это все идет за счет регионального бюджета. И большое спасибо, наверное, губернатору Московской области, который сделал эти дополнительные льготы для жителей Московской области. Я думаю, что таким правом воспользуются очень многие жители Московской области. И скажут большое спасибо. Огромное, действительно, и это очень хорошее, конечно, дело. Итак, на сегодняшний день у нас есть очень хорошая льгота, которая предусмотрена из средств областного бюджета на выплату приобретения одежды обучающимся ребенку из многодетной семьи. Значит, такая помощь или компенсация, как ее называют, выплачивается одному из родителей в размере трех тысяч рублей. Для оформления этой льготы можно выйти на сайт Готуслуг и туда приложить необходимые документы. Кто уже общался с этим сайтом, такая процедура необходима. Итак, какие же документы? Паспорт, документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области, то есть это справочка о составе семьи, удостоверение многодетной семьи, справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной школе и расчетный счет заявителя. После этого идет обработка этих документов и в определенное время выплачивается три тысячи на оказание помощи данной многодетной семье, на этого ребеночка. Вы сказали о том, что денежные средства будут перечислены на расчетный счет. Заявитель, да. Все, кто формит документы, приложит весь пакет, который необходим. Требует ли это обязательного приобретения формы или просто наличие ребенка-ученика уже означает, что деньги будут перечислены? Хороший вопрос. Дело в том, что в многодетной семье есть, ну, как говорится... Куда потратить? Куда потратить эти деньги? Эти деньги не отслеживаются. Они идут как компенсация детям школьного возраста на приобретение школьной одежды. Раньше были чеки, представления чеков. Сейчас эта проблема снята. И очень хорошо, что именно так поступили. Деньги многодетная семья всегда знает, куда потратить. Поэтому это идет компенсация школьной формы. С этого года еще одна компенсация. Очень радует нас эта форма. Значит, введена новая компенсация семьям, которые воспитывают детей инвалидов. И которые дети обучаются в общеобразовательной школе. Размер компенсации совсем другой. Он составляет 13 тысяч 20 рублей. Но идет привязка к адресности. То есть доход в этих семьях не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума установлен в Московской области. На сегодняшний день это 18 тысяч 236 рубля. То есть такой доход должен быть на каждого члена семьи. Не более. Не более. То есть семьи, там где есть ребенок инвалид, но получающие более этой суммы. Претендовать на эту сумму не могут. Да. Значит так. Эта выплата пройдет в обязательном порядке только через Зарайское управление социальной защиты населения. Документы, давайте я скажу, какие необходимы. Значит паспорт, свидетельство о рождении, справка, подтверждающая факт установления ребенку инвалидности, справка, подтверждающая обучение ребенка в общеобразовательной школе. То есть вы чувствуете, что если ребенок в ПТУ, в техникуме, в училище, такая помощь не положена. Только общая образовательная школа, начальное звено, среднее и общее. Основное, то есть основное общее образование должен ребенок получать. Дальше должны быть подтверждающие документы о доходах семьи за три последних месяца. И свидетельство о заключении брака, справка о составе семьи, и конечно расчетный счет заявителя. Все, кто заинтересовался вот этим вопросом, таких мы где-то около ста человек ожидаем, родителей детей инвалидов, которые у нас обучаются. И мы конечно же все поможем, все сделаем. Надо обратиться, еще раз напоминаю, в Зарайское управление социальной защиты населения по данному вопросу. Хотелось бы еще остановиться на двух вопросах, которые касаются пенсионеров старше 70 лет. Я думаю, что это им информация очень важная. Каждый умеет считать деньги и желательно в таком возрасте, конечно, оказывать материальную поддержку. И она поступила опять из областного бюджета. Спасибо правительству, губернатору Московской области. Итак, 700 рублей. 700 рублей для пенсионеров. Данная выплата уже произведена более 800 пенсионеров городского округа Зарайск. 800 пенсионеров уже получают. И получают они ежемесячно. Ежемесячно. Это большое подспорье для наших пенсионеров. Я просто напомню сейчас категория. Это одиноко проживающий пенсионер в возрасте 70 лет и старше. И пенсионер в возрасте 70 лет и старше, но он зарегистрированный вместе с пенсионерами или инвалидами. То есть на одной жилплощади. И опять идет привязка к среднедушевому доходу. Среднедушевой доход пенсионера не превышает 2 прожиточных минимума установлены по Московской области. На сегодняшний день это 18 142 рубля. Те пенсионеры, которые ранее получали 700 рублей до июня 2018 года, то есть этого года, могут обратиться в многофункциональный центр для продления данной выплаты до конца этого года. Пока выплата идет до конца этого года. И еще есть время, которое, как говорится, наш пенсионер может получить эти 700 рублей. Для назначения ежемесячной выплаты следует обратиться еще раз в МФЦ с заявлением и с документами. Какие документы? Выписка из финансово-лицевого счета, либо справка о составе семьи, паспорт, пенсионное удостоверение, трудовая книжечка и расчетный счет. И дальше будут сделаны начисления и продолжатся выплаты нашим пенсионерам. С этого года введена еще одна выплата, которая тоже, надо сказать, большая выплата. 5 тысяч рублей для пенсионеров, возраст которых 70 лет и старше. Вот такую выплату у нас уже получило более 4 тысяч пенсионеров. Большая внушительная цифра. И есть пенсионеры, которым исполнится 70 лет в этом году. Что нужно делать таким пенсионерам? Они все спрашивают, и поэтому пользуются случаем, давайте расскажем. Те пенсионеры, которым исполняется в 2018 году 70 лет, вот с сегодняшнего дня и дальше, они должны прийти в месяц исполнения 70 лет к нам в соцзащиту, написать заявление. То есть нужен только паспорт и его желание, куда он хочет, чтобы эти деньги поступили. Либо на доставку, допустим, на почту. Вот доставщики вместе с пенсией доставляют, они могут и 5 тысяч доставить. Либо на Сбербанк, тогда нужен счет, либо на Банковозрождение, тогда тоже необходимо предоставить счет. Эта помощь тоже внушительная, хорошая. Это помощь разовая? Это помощь разовая. Хотелось бы, пользуясь случаем, еще одну льготу сказать для наших инвалидов. Льготы очень хорошие. Инвалиды, вообще-то, это федеральные льготники, которые пользуются средствами реабилитации. Это технические средства реабилитации. Они проходят по линии Федерального фонда социального страхования. А здесь введена дополнительная мера за счет средств областного бюджета именно на технические средства реабилитации для таких же инвалидов. И вы знаете, я хотела бы озвучить именно эти технические средства реабилитации и сказать, что можно их получить практически бесплатно. Итак, аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом, глюкометр с речевым выходом, доска для пересаживания, кровать медицинская, многофункциональная, механическая, насадка на унитаз с поручнями, беспоручней, очки для коррекции зрения, подъемник для ванны с электроприводом, прикроватный столик, сидение для ванны, стул для ванны, ступенька для ванны. Данные средства реабилитации наши инвалиды могут получить по сертификатам. А теперь давайте посмотрим на механизм, как все это может быть. Инвалид, которому что-то необходимо, а каждый инвалид может претендовать не на один какой-то вид средств реабилитации, а на несколько. Он идет к своему терапевту и говорит о том, что ему необходимо вот такие средства реабилитации, которые я сейчас выше перечислила. Терапевт пишет направление на медико-социальную экспертизу. Бюро МСЭ. По-старому это в ТЭК. По-старому почему-то больше запоминается это слово. Но на сегодняшний день Бюро Медико-социальной экспертизы. Бюро Медико-социальной экспертизы делает свое решение. То есть вердикт выносит. Да, действительно, вот нужен подъемник для ванны с электроприводом. Да, нужен прикроватный столик, потому что этот инвалид лежит. Да, нужно сидение для ванны. Вот три на одного человека. Или, допустим, одно. Или четыре на одного человека. Все это решаемо только на медико-социальной экспертизы, на этой комиссии. После этого на медико-социальной экспертизе, на этой комиссии, проходит оформление так называемой индивидуальной программы реабилитации для инвалидов. ИПР-ка, так ее называют. После того, как оформится ИПР-ка, и где будет занесено необходимое средство реабилитации, этот человек, либо его доверенное лицо, приходит к нам в суд защиту, и мы выдаем на каждое техническое средство реабилитации сертификат. Этот сертификат, он бумага, но он имеет деньги внутри. То есть он имеет номинал. Потом мы даем список тех организаций, которые поставщики. С ними можно заключить договор и нужно заключить договор. И в течение очень короткого времени, буквально вчера мы только общались с поставщиками, в течение недели, это самое большое, уже инвалид может получить средство реабилитации. Поэтому я считаю, что это очень хорошее новшество, помощь нашего областного правительства, нашим инвалидам, федеральным льготникам. И этими средствами реабилитации надо пользоваться. Это было бы очень хорошо. В общем, если есть вопросы, по любым, как говорится, что мы сейчас озвучили, по любым вопросам мы ждем всех в соцзащите. Мы работаем с 8 до 8, с понедельника по субботу. Так что ждем всех желающих, ответим на все любые вопросы. Валерия Маркович, Александра Боброва, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение. Продолжение следует...